Программа из глубины Сегодня в гостях у нас Дмитрий Антиосов. По идее я говорил, что собираюсь раствориться в программе, но Слава Шеринкель сказал, что с Антиосом он уже снимался, и все про него и так уже знают, что про него рассказывать. Если вдруг тебе как-то покажется, что ты лучше других исключительно, что страна исключительно мажется и лудит от врача до учителя, и на этом уродливом фоне ты один с прессом, сиськой, красивый. Слышь, братан, один на районе такой бодрый. Сбегай за пивом. Ладно, как бы фишка в чем. Дмитрий Антиосов, он же актер. Все знают как актера. Бред, конечно. Почему? Ну, потому что я не актер, у меня нет образования. Единственный фильм, где я случайно снимался, это «Около футбола». Около футбола, но так же снялся… Ну, несколько короткометражек, да. На темной стороне силы мы неуязвимы! Ну да, кому драка, а кому ролевые игры. А где Митя Дикий? Вон он там, сугрозь в дрище. Нашел время обосраться! А вот и мрази! Стой на стол! ну это же все на коленках неплохое качество ну там оборудование было просто профессиональное его нет все таки ну я не знаю насчет не могу сравнивать я не специалист но он по крайней мере режиссер какой я не знаю то есть ты свою жизнь как бы как актерскую и не видишь то есть это хобби такое я актером хотел быть очень сильно два раза в жизни один раз это был 11 класс у нас была театральная студия ее ввел дядька который снимался в рекламе сип корона его помню то есть какой-то актер вот мы ставили какой-то спектакль и в итоге мы на последний звонок поставили вот тогда был период когда я прям я но мне очень нравится да мне нравится эта сфера я к ней очень расположен я очень хотел и застал наверное ну застал да скорее всего потому что мы с девками договорились девки слились и я в одно жало тоже не пошел пошел в университет там торгово-экономический отучился успешно и так далее а потом я вернулся с севера у меня тогда был это было где-то середин моего какого-то безвремени вообще а что-то на севере делал работал я уехал на полгода за длинным рублем то что это называется мне начальник пенял когда мы с ним ругались потому что я на родительственные из низшего звена который позволил себе спорить с начальником но лично с ним в кабинете а я там был как дима как зверю зоопарку типа ебать москвич блять ты чё как бы я серьезно позначки меня иногда в начале задавали чё реально из москвы я говорю надо ну прямо самой москвы ну да пиздец а пидоров много не не он говорит нахуй сюда приехал ты тогда я говорю не знаю нахуй ты приехал он говорит работать я говорю я работать ключ у вас в москве работы нет я говорю есть рубля на у такого типа там пиздец гигантское небо там сопки представляешь это дикая природа мы такого нет ну то есть там мужики пацаны они понятно они едут потому что на стране в советское время еще почиталось на север уехать за длинным рублем заплатили мне ровно прямо прям день в день практически так сложилось просто я улетал последним бортом и прям четко там без одного дня ровно полгода заплатили двести сорок косарей это 40 тысяч в месяц учитывая что меня кормили можно считать что это типа 60 тысяч в месяц блять 60 тысяч в месяц в москве я человек с высшим образованием мать мог найти работу как нехуй делать хотя на момент отъезда зарабатывал 27 работаю там в полу государственной структуре никаких мусоров нет в айтишной херне вот и но это был мой личный выбор я ездил на выезда я не хотел работать я просто тогда не понимал что делать интернет-магазины я что-то пробовал такой период в общем я потрачу связном экспедитором а ты финансовым аудитором я простая серая масса а ты гордость краса среднего класса я убиваюсь спайсом девятка ты любишь виски карик и гарик и пятку мы с тобой лишь в одном похоже ты из гальянова но я тоже я с из малайзии попал в картотеку а ты год назад хату взял в ипотеку я ночью пьянющий иду по району и ты со стоянки трещишь по айфону я получаю айфон настроение ты поебалу и сотрясение жена плач детей не сварения палатка на рынке был поступления господа у воды твое заявление а общество общество потребления и второй раз я заходил в кино когда меня совершенно случайно позвали около футбола я не помню как пролетел слушок потому что я не с кем с кем участвовал в кино не было достаточно близко знаком я имею ввиду с горбуна я не знал лично это то есть тебя выбрали методом случайного тыка спонтанно кто-то через друзей сказал что будет кастинг мне тогда и вообще даже не было отдаленно опыта никакого да наверное случайно я просто пришел на кастинг а возможно так сказали что слушай вот фильм около футбола нам бы какого-нибудь такого футбольщика только нормального какого-нибудь нормального без этих вот стою один среди равнины волн вот так и стоит давай читай и пропаганда курева давай заебись но так то и было то что они брали на кастинг позвали типа знаешь как это наверное критерий был очень условный то что это люди которые достаточно общительные ну то есть люди которые не слишком скромные не слишком замороченные на всех этих штуках типа палево-шмалево я к тому времени уже очень долгие тоже целый час жизни к 11 году там уже очень много изменилось в голове стал вообще абсолютно прекрасно понятно что все эти там не за и замазанные глаза на фотографиях это господи такая хуйня ко мне на камчатке в жопе мира там был один косячок у нас на уровне работы но они чего-то сильно всполошились из-за москвича и когда ко мне там это короче петропавловск камчатский 9 часов на самолете оттуда еще полторы тысячи на север то есть я летел на самолете два с половиной часа четыре на вертолете 8 по зимнику ехал и ко мне туда приезжает чувак который рассказывает мне по практически в лоб начальных службы безопасности о моих политических типа взглядах нетрадиционной политической ориентации да а моей второй сим-карте которую я почему-то не внес в объяснительную ну то есть сразу понятно что как бы все эти фоточки в контакте такая залупа детская это игра в мамкиного в мамкина палео то есть я так получилось я был посерьезки как бы в этой движухе думать о том что тебе там что-то не знают и не сниматься из этого в кино в общем я был далек от этому исходе решили тебя завербовать в общем-то так так тебя и завербовать кино не вопрос пришли на кастинг и получилось что я вроде как на камеру на камеру нормально смотрю веду себя не очень скованно и нас взяли на эпизоднику потому что мы эти самые талантливые там я не знаю лёха шпалова несколько человек не помню а ну да не наверное я женат к тоже за хорош чем там были ребята которые мелькали лицом а были у кого эпизоды немножечко слов вот вся моя карьера в кино вот тогда вот тогда я охренел потому что как говорят киношники если ты оказавшись на площадке вот в этом аду либо ты скажешь что это полное дерьмо никогда в жизни любит скажет охуеть как круто я сказал что это охуеть как круто и работать в кино мне понравилось наверное больше всего вот в жизни из моей работы потому что на севере мне безумно понравился но я раз занимался полной хернёй и там было дело в другом не в работе и вот тогда я хотел пойти мне было двадцать семь или двадцать восемь я понимал что тут прям четко граница между актерским и режиссерским факультетом ну я общался на площадке играли чувак 28 в актеры единый режиссерский если будешь там актером ты там тебя возьмут это просто такое как бы традиция логика такая но стыдно жить не щебродом понимаешь стыдно не иметь собственной жилплощади в 30 лет но вариант кстати есть очень хороший для начинающих таскать смотри общество любителей москвы достойнейшие люди я захотел я захотел а потом я посмотрел сколько стоит 2 выше она стоит в авгике 300 тысяч в полгода а я тогда зарабатывал примерно в 300 тысяч раз меньше ну то есть один рубль ноль можно сказать тогда я подумал ну блин ну какой мне 2 выше и без времени продолжилось вот эта черняга депрессуха непонятно нахер я живу но я не знаю здоровых людей это кризис там какого-нибудь возраста у меня был просто такой этап я до сих пор не понимаю нахер это все нужно но я смирился как-то мне жена очень помогла она мне типа через призму своих взглядов на жизнь я прям очень вылез из этого я загонный ну а ты давно женат уже да нет ну там женат два года вместе мы там четыре твоя жена уже выходила замуж не за скинхеда уже нет я при ней завязался около футбола причем довольно быстро и естественно она там никакой роли не играла это было мое личное решение когда ты начинаешь много читать и много думать а это наверное единственные вещи без которых я не представляю как можно жить вообще похуй вообще может ничего не быть но если у тебя не будет что почитать и о чем подумать но слава богу подумать тебя сложно отнять почитать можно еще как тем больше ты понимаешь что все эти рамки это полная хуйня ну то есть сейчас я себя никому вообще я за старым но своим корешам там с кинам хулиганом ну общаюсь там с каким-то процентом друзей это там с кем сдружились за это время я честно в глазах горе меня не записывайте никуда я не с кем я не политический человек больше якобы не был прям политически но я был твердо да я был очень тверд в своих мировоззрениях тебе потом я твердо понял что это не мое мировоззрение совсем вот это называется гибкостью мая так понимаю как бы мир то меняется вместе с людьми вместе с городами до сих пор в этих мыслях странами был какой-то период один вот сейчас я период другой сейчас какая-то вот это лево либеральная мудистика она что-то стала меня поглощать может потому что я стал работать много в бизнесе вот этого фейсбука много я в какой-то момент подцепился за либертарианские какие-то правды они стали нравиться и стал признавать вот эти все из разряда и бить как хотите мне вообще без разницы даже и даже без там у себя дома и бить хоть на улице мне все равно без разницы пусть ходят с гей-парадами вот здесь ну здесь с ними быстро не суть у меня я вообще полностью абстрагировал сейчас я понимаю что вот этот дискурс он мне очень не близок и я не хочу ничего общего с людьми подобного рода иметь вот этот какая-то насильная феминизация и это не даст я же не мыслитель не политолог не социолог у меня в процессе все вот это я понимаю что возможно мы просто сейчас платим цену просто за какое-то перестраивание общество в лучшую сторону есть ощущение такое а вот эта цена но это цена обычная цена борьбы наверное и цена фриков которым заняться не то есть условно говоря я моя позиция в жизни сейчас маленький процент людей работает работает в смысле труда в смысле самом светлом смысле работает да делает что-то чтобы что-то менялась лучшую сторону большая часть отбывает номер из которых большая часть пиздит в любимом сорте интернета на свои позиции ватники укропы феминисты и анонисты вот это все сексисты хуисты вот ну и какой-то процент ли которые вообще в космосе им на это насрать я я скорее вот где-то посередине я не могу быть в космосе я очень социальный человек получается вот но в то же время я стараюсь максимально внутренне абстрагироваться я не рублись в интернете я ни с кем ничего не обсуждаю я разговариваю с людьми только с удовольствием если ну то есть если ты начнешь мне что-то задвигать я несмотря на то что вещь я не замолкаю я очень общительный мне проще будет промолчать и сделать вид что я тебя не услышал что третьим будешь что иди домой что кухонные споры с бутылкой нет вот как раз кухонные посиделки за бутылкой с человеком который тебе приятен я с удовольствием подниму все вопросы с удовольствием поделюсь своим мнением и выслушаю тогда может возможно не будет дисбаланса и говорить о том о чем в принципе имеется общее представление может это зрелость какая-то ментальная не знаю да ягоды я как бы дискуссия с удовольствием выслушаю мнение ладно это хорошо но ты затронул тему заработка вот сейчас ты же получается не актерством не чем-то еще творчество я же тигурю у тебя вообще получается неверная обо мне инфа ну наверное потому что мы не знакомы толком я понимаю что мы с тобой знакомы по моей витрине в которой я не намеренно создал какой-то вот образ который видно мне близок мой внешний образ я до этого то он тебя не монетизируется этот образ круглый я на стихах зарабатывал какой-то период по дэхи на стихах сложно зарабатывать кроме как в рок-н-ролле единичные люди зарабатывают по непонятным мне до конца причинам но то есть я мало чего прям не люблю в жизни я очень очень не люблю снобизм я знаю вам не есть его частичка я стараюсь от него избавляться я честно признаю что я не святой совершенно человек но я очень не люблю снобизм каким бы он ни был с говном в руке или золотым слитком мне вообще это насрать снобизм говнорей и снобизм тимати это один тот же снобизм для меня я здесь я вообще прям четко стараюсь ориентироваться по условно христианским заповедям то есть гордыня это гордыня какой в ком бы она обертки не было ложь это ложь не бывает хорошей лжи я я вру но я стараюсь сделать это пореже вот поэтому зарабатывают единицы очень маленький маленький процент слава богу что у них получается я очень за них рад но я тебе скажу так что но в процессе моего пути как раз я вернусь к актеру потому что меня не договорил ну и правильно в процессе какого-то я сходил чуть-чуть студию позанимался театральную еще что-то поснимался немного в паре троих короткометражек буквально там в эпизодах да просто с голосом америки и сквт я так понимаю если говорить еще в одной или в двух в одной я был главный герой это был студенческий трехминутный фильм то есть он никуда не выходил просто я в ю тубе мне скинули я скину страниц показываю скажите кабинка занята джиневич что ли спасибо у меня буквально один вопрос скажите а как относится к российскому кинематограф и вот один должен его по уму тоже делают на фестивале вроде хотят но у меня там эпизод просто я там что-то условно делаю действие меня вас застреливают я там совершенно неважный герой и в какой-то момент я короче понял что я не мог бы стать актером потому что я настолько сконцентрирован на своей личности да я эгоцентрист у меня херово с эмпатией я стараюсь эмпатию прокачать эгоцентризм примирить с собой чтобы он не выпячивался ну вроде получается но опять же я честно признаю это такие неприятные черты личности и я понимаю что актером с таким с такой нагрузкой не станешь всю жизнь себя играть не будешь вживаться в роль я не могу я не хочу я не хочу жить другие жизни я хочу жить свою вот у меня это прям четкое убеждение поэтому в какой-то момент мне щелкнуло думаю куринах актер куда я собирался то да какой из меня актер я живу свою жизнь и я понял что нужно двигаться в другом направлении в направлении наибольшего насыщения своей жизни действием не знаю переменами вот такая история где свиньи знал любви меня часто били я завидовал другим курей насилил батя был все время пьян крыл нас с мамкой матом вот и пошел работать я на эвакуатор и со стихами было так же как любой человек который пишет потому что пишется я писал 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 потом тщеславие никуда не выбросишь пусть она у меня слава богу в легкой форме протекает и выкладываешь в интернет ты собираешь лайки будет момент когда ты начинаешь подстраиваться под дискурс лайков писать что-то потом тебя это безвечный путь вот пытаться сбалансировать между желанием понравится и желанием сделать как нравится тебе в первую очередь это долгий вот достаточно путь был и от этот счет четко выбор разграничиваешь и можешь как бы и так и так получается то есть таланта хватает чтобы сделать и на заказ что называется я в том году за тридцатку написал за двадцатку написал стихотворение для какой-то корпорации в честь шведской в честь их трехлетия был ивент знакомые свели и я за три дня будучи в полном аду на работе нашел время написала стихотворение мне дали двадцать или двадцать пять тысяч но я прям в наглую то есть я им прямо барьер по ну это как за стоп цена или короче отъебись цена то есть я у меня башка взрывается и тут звонит девушка с этим вопросом я говорю слушайте игры там 30 тысяч а на ухо ну это круто она горит есть 20 я крыну давайте 500 рублей могут спасти гиганта мысли скажите а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли я полагаю что торг здесь не уместен я написал давние слов мне легко это не поэзия блин что поэзия это не слова сложить вообще другое поэзия это не слова это просто то что наверное появляется внутри тебя каждого отдельного читателя вот это ощущение образы образы которые вынимаешь и анимируешь образы эмоции тут же штука в том что на каждого человека каждый текст по-своему все-таки работает он может иметь как стандартное зерно но тем не менее оттенки у каждого разные зависит от ситуации обстоятельств опыта своего прочего я не утверждаю что я пишу поэзию я до сих пор не знаю пусть это действительно решают набит ее накладывать тоже не как бы не было у тебя такого желания положить на бит а ну такое знаешь иногда по чуть чуть проскакивает хотелось хотелось что скрывать когда проклят все планы и надежды я с головой в депрессии паду по поводу заношенной одежды ограничений на хорошую еду когда напомнят снова грустные родные что милый дима вам бы повзрослеет нам миллион бы да на закладные а мама с папой не стальные ветер когда отбросив ложное кокетство я зарываюсь в поиске работы посылая это в одно место я скверняю мысли на их рот едва проникнув в дьявольские списки бармен водитель опыт от столет и тихо ною и ору российский про то что мне и места в жизни нет с моими сложно сочиненными мечтами с мою путаной и лживой трудовой несправедливость мировую хайер несогласованность меж сердцем и главой пытаясь спать а утром мудренее иду с собой по городу гулять кружась в потоках личной ахинеи мыслитель хуев креативщик да я не слушаю рэп мне не нравится особо я уважаю у меня есть 20 песен которые я обожаю из рэпа остальные это просто не моя музыка мне ритм даже может не очень близок я говнари получаются пошел в сторону скажем так например грешковца например ну одно время меня даже с ним типа условно сравнивать то что всех кто умеет пиздеть всех сравнить с грешковцом но это как жанр а чего не сравнить если это вот просто ну такой жанр вот вера полоскова опять же да вот ее многие не любят и не знаю она конечно своего не ну понятное дело же личность мне мне нравится я я не увлекаюсь творчеством все что чем я сталкивался вызывал во мне отклик для меня это самое важное но все равно все очень субъективно же бабла на гребет эти скажу ну и правильно делает я считаю что если есть возможность надо это делать потому что бабло это всего лишь признак того что то что ты делаешь кому-то нужно чем больше ну количеству ты нужен ты вот это количество делал делишь на количество часов своей жизни которые ты на это можешь потратить у тебя получается цена если она очень нужна она может зарабатывать до хера бабла ну и слава богу я раньше был деньги говно грязь бумага я там блять не овощи вот это все вот этот переходный период собственно вот это начало такого антисистема вот потом пришло время ты думаешь до них-то доебался непонятно себя доебись сначала разберись в себе разберись в отношениях к людям а потом о деньгах поговорили сейчас сейчас я да я нормально зарабатывать я могу сказать что я могу жить с нулем в кармане сейчас зарабатываешь я креативный директор в рекламном агентстве рекламу да мы занимаемся марксингом мог бы вот допустим вот прямо сейчас вот наскоро рекламирует ведь не совсем так делается рекламировать слоган придумать это херня я могу тебе сказать что например именно рекламировать это скорее построить некоторую структуру того как ты будешь касаться с потенциальным покупателем или оценив там бюджет до понять канала через какие-то взаимодействуешь своей аудитории и так далее ваша версия как мельдониму появится вот в этих пробах допинг пробах мне кажется что мы мне казалось что с мельдони мы уже закончили разобрались и так сказать все знают что он так долго выводится это уже все каждая бабушка у нас знает про мельдони все сказать что этот препарат чудо действия но просто есть такая фабула в общем таланта в российских производителей о том что есть кремлевская таблетка не что-то еще на самом деле очень тяжело ну пиздец тяжело я вот до сих пор я сейчас работаю с очень крутыми чуваками это мои друзья мы пашем на ниве маркетингу чуваков цели космические я то есть я вижу я за год вырос как личность как мужчина как специалист как просто мыслящий элемент очень круто и при этом я как раз в неделю или раз в две недели когда у меня может быть выспаться получается я понимаю что это все не моя цель представляешь тяжело с этим немножко жить я просто не даю в это закопаться потому что я ориентируюсь по ощущению правильности действия то есть я чувствую что я правильно ты чувствуешь себя на своем месте да и в то же время я понимаю что цель которую от мои близкие люди перед собой ставят это не мои цели это нормально да то есть тут и у меня всю жизнь была проблема и боль ты везде читаешь поставьте себе цель и идите к ним поставьте себе цель и идите к ним и собственно как я загнался вот в эту чернягу какие цели я не знаю мое ощущение что жизнь типа довольно без меня не депрессивный человек особо но я загоняюсь я понимаю что как только я зарываюсь у меня получается что типа смысла вообще нет какие нахрен цели я так и думал с этой страны ничего не лучше а все почему и по какой причине и какой из этого следует вывод и вот от этого я пытался очень я очень много работал чтобы от этого уйти и когда стало получаться снимать себя шелуху какой-то оставаться все больше собой быть наиболее честным перед собой я я думаю я далеко от словом говоря победа какой-то но я думаю я далеко отступил от того момента когда я начал мне стало жить намного легче я вот сейчас понимаю что я не знаю зачем я это делаю у меня нет самоцели в виде семьи ребенка я их люблю они прекрасны но они знают что типа это не цель жизни завести ребенка или завести семью это что-то просто очень важное в твоей жизни и вот с этим я живу и вот так было со стихами и я потом начал читать почти потому что получается такой вот лиричный как бы человек сам сам по себе вот в общем ты когда искал депрессивный этот не депрессивный это называется лиричный лиричный а как ты снимаешь допустим вот этот вот груз этой лирики может быть там пью проблем с этим не возникает как бы дети папа окей один ребенок слушай но я пью умеешь пить грубоя ты хочешь умею пить думаю я очень много много бухали в юности по меркам типа человек приличного я наверно довольно много пью но внутри меня работы какой-то цензор какое-то чувство вины срабатывает я себя периодически стараюсь осаживать я вроде бы ни разу не попадал вот в такой переплет что я понимаю что я прямо запил ничего не могу с этим сделать у меня обычно я просто чувствую что я что-то стал часто себе позволять и я себя осаживаю последнее время когда очень много работы а все свободное время посвящено семье и супер мелкому ребенку и я понимаю что у меня мне стало сложнее я стал намного меньше пить по количеству лишь похмелье страшно уже не первый год уже пять лет страшенны и отходники кстати этот выбор из напитка зависит но об этом да я обычно выбираю все напитки если они есть всегда проблем миксуешь да портвейн с пивом мне не настолько ну как бы если надо могу и так но то я просто понимаю уже ответ и короче я не могу выпить крепкой не разбавив это с пивом или сидром вино с пивом иногда мешают как не культурно просто потому что иногда не хватает последовательность если выпил вина на работе идти и потом встречаешься с кем-то в кабаке по делам или где-то блять покупать вино в кабаке ну и настолько охуевший еще я не журналист только если барышни чтобы показать мне там произвести впечатление там винца могу купить три бутылки купить то в том-то дело что я могу я говорю я слава богу стал конкурентно способен зарабатывать я не переживаю за то что там чем я буду кормить семью там и прочее у меня все в этом плане фу-фу достаточно стабильно и хорошо и и и мне приятно осознать что все это заработал я своей башкой никто мне не подарил я никого не наебал нигде что я работаю много и собираюсь зарабатывать еще больше не то что я говорю я могу жить без денег у меня нет денег у кого нет денег я думаю что меня вряд ли испортят большие деньги то что я уже прошел очень большой путь безденежья и теперь когда я понимаю что что я да я бы хотел зарабатывать какие-то большие достаточно по средним меркам деньги просто так не из-за них а из-за то что я бы хотел делать дела очень дорогие очень ценные вещи то есть я говорю я это воспринимаем как совершенно четкий маркер твои востребованности если ты востребован значит реально важно что-то делаешь я я держу в голове приятно во первых ощущать знаешь это вот ощущение какие-то в гороскопичных текстах там это пишется что пирамиды масло востребованность она где-то находится помимо вот сон наверху как раз по наверху там больше востребованность где-то где-то в каких-то гороскопичных текстах очередной к это развлекуха из интернета кормящей жены там найденная в интернете был написан что там по моему типу гороскопу что я человек который не может жить без миссии такой формат дон кихотства и вот для меня важно понимать что я делаю что-то нужное я понятия я не верю в то что человечество можно поменять что у нас улучшится глобальная жизнь я могу понять что в россии может стать получше экономика этом религиозный не знаю не решил для себя этот вопрос думаю постоянно да то есть у гностик не знаю термина шаманизм люблю мне нравится шаманизм некоторые скажем мировоззрение я читал книги шаманский меня друг увлекается шаманизм не это близко по моему мировоззрение манизм языческий или шаманизм восточный индийский скорее восточный индий скорее он увлекается знаешь каким гаитянский шаманизм нет кавайских или буддийский почему где-то вот в этих краях мне комфортно но я для себя никаких выводов не сделал поэтому всегда когда разговаривают о религии я молчу потому что я уважаю всех я уважаю любую искренность это для меня самая у меня для меня три важных вещей это совесть искренность и любовь наверное где бы хотел провести старость в европе или в азию ну старость комфортно ну скажем хорошо хрустница старость отпуск длительный отпуск я очень хочу в азию но не туристическую потому что она я там был один раз и один раз по работе мне не нравится климат мне не нравится жарко да я не люблю жару я обожаю север русский север просто до одури баке нормально нормально все а нормально говорю все рыбачь давай рыбачь я бы хотел провести отпуск на байкале на алтай на фьордах и в то же время в барселоне в италии и наверное в рио то есть я не являюсь однозначным приверженцем чего-то но азиатский отдых причем с той еще и нагрузкой которую вот он себе несет вот этот гуашный дауншифтинг вот это таиландская счастье от жизни и это конечно же полная хуйня перед тем как я ехал сюда я типа сказал что я буду на пучанге и многие очень дерьмо когда ты не можешь добиться вот этих слов из цитат который ты к своей жопе клеишь в инстаграме в любом месте земли но этого это получается самообман то есть задача обрести вот эти вещи в любом месте тогда тебе не важно будет где ты находишься вот это вот это это важно поэтому да и и насчет старости за что такой период приходит когда ты реально ловишь себя на мысль что думаешь но стоит ли здесь продолжать то жить серьезно или стоит нацеливаться что отсюда надо уебывать серьезно да вот для меня это очень болезненный вопрос потому что у меня так сложилось я не знаю откуда я испытываю очень большую физическую близость с этой местностью с родиной не люблю громких слов но вот именно родная земля она для меня важна я читал разные книги где-то и в нейробиологии этому есть объяснение что птицы перелетные все равно чуть больше любят место где они родились и духовные идеологические вещи короче любое значение здорово кума все живешь ну что невестушка заждалась матушка ты моя но в то же время что я понимаю я вот сейчас вот мне 32 я очень хочу пожить за границей не для чего-то вернее не от чего-то уйти а к чему-то прийти я очень хочу пожить расширить кругозор опять да я очень хочу посмотреть америку по-настоящему так ли они обама реально у нас подъездах сыты ли все-таки есть здесь да где-то подвох просто посмотреть что за люди как они смотрят на мир ну чтобы не оставаться скажем так с ощущением что они там все жирные ублюдки со стволами на юге без стволов на север и пидоры с неграми ебутся посреди улицы сдается мне что американцы наверно очень похожи на нас только ходит наверно вниз головой покупайте наркотики кока-колу резервативы оружие любые амфетамины опиаты лсд каннабис кокаин героин семечки ну скажем так люди которые платят 2000 долларов за ремонт одного зуба наверное все таки отличаются думаешь если у тебя нет других возможностей не ремонтировать за уровень просто другой говорит просто про уровень а уровень ну понятно конечно что там наверное живется не так может быть нервно людям все таки людям важно чтобы у них была какая-то база как как кормовая база говорят не знаю в общем вот такая вот у меня такое у меня желание но я себя не вижу в отрыве вот вот это вот всего слишком она здесь где-то на каком-то трудно осознаваемом уровне внутри я могу только в сердцах назвать все это говном и ленивыми ублюдками я могу в 10 раз хуже сказать но если меня будет спрашивать кто-то всерьез я скажу что на самом деле это люди у которых очень много проблем и я бы хотел как-то косвенно помочь я хотел бы с ними при этом не разговаривать потому что среди них реально очень много ленивых бесполезных ублюдков и чтобы не разочароваться глобальная у нас очень народ очень многострадальный просто поднимается волна говна волна говноедов ватников которые будут говорить что здесь все реально хорошо пойдет встречная а по факту вместо того чтобы ну если понятно блин я не хочу взорваться в этом бонах вместо того чтобы заниматься какими-то действительно там обсуждать в деталях что можно сделать мы пиздим о том один горит ой у нас все плохо у нас все хорошо и вот это бурление говна на дне то оно как есть штиль так и есть полный безнадежный штиль фундаментальные факторы обеспечивающие стабильность у нас очень сильные надежные это бездефицитный фактически бюджет значительные резервы крепкий платежный баланс высказывает свое мнение сейчас тоже же стало небезопасно опять же то есть не каждое мнение одно мнение будет и лояльно существующей власти опять же еще что-то говорить вот говорим о например про власть а другое мнение не лояльно и это лучше высказать а это лучше придержать если есть возможность веришь и четко отдаешь себе отчет что тебя точно никто не посадит и принципе дизлайков не наставит принципе можно как бы что-то и большее сказать как бы например там кто мудак а кто не мудак ну ты как бы прав но все таки или завернуть таким образом что потом все это вывернуть на клоунаду типа я же просто что с меня взять я же просто клоун как невзоров например сейчас вас разорвут а вы слушайте меня толку рвать мы уже все знаем про то какой я и шаг согласно азербайджанская азербайджанской номенклатуре вот просто полный несостоявшийся и непроходимый и такой вот я бы сказал кошмарный и шаг но я все-таки думаю что гораздо правильнее наверное ориентироваться на то насколько опять же ты чувствуешь это важным для себя то есть если ты чувствуешь что ты обязан это говорить что это прям твое я это прям твой путь то ты не должен думать о дизлайках и потенциально ты должен них думать рационально что делать с этой угрозой как с ней рассчитаться я не говорю никаких мыслей идущих в разрез с политикой нашей партии потому что потому что я все себя с этим не ассоциирую потому что мне ясен хуй мне не нравится то что здесь происходит я нормальный человек и нормальный образованный москвич ясен хуй у меня такая же позиция условно как у большинства людей из медиаполя кроме киселевской части то есть я ну конечно это все блять пиздец зарусь от кола откажусь от бритвы пмв и тампакс не буду пить жатецкие гусь по чипсы из крахмальной массы заброшу в речку псп отрежу провод к интернету забуду пиццу канапе и остальное все вот это на лавку сяду улыбнусь достану водки балалайка и как запаса про русь броню крепкой и быстро танки проедут мимо батька царь и патриарх на черных волгах на землю теплую как в старе я грохнусь и поднявшись долго с улыбкой буду кашлять вслед слезу рубаха утирая не нужен мне ваш белый свет мне русь подай не надо рая но я опять же не 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 кажется что сказав что-то вот понимаешь почему я часто даже не хочу высказывать свое мнение потому что это наверное опять же какой-то снобизм но мне неприятно быть блять в ряду миллионов людей высказывающих мне сейчас просто самое охуенное хобби у всех высказывать свое мнение как будто блять без этого мнения я не знаю земля остановит поэтому ты мне задаешь вопрос я на них отвечаю по рекламе специалисты по рекламе креативный директор наверное должен понимать что кому-то это зачем-то надо кто-то же платит за комментарии и за какие-то определенные мнения и же уже такой позиции как понятие как лидеры мнений например вот это лидер мнений политологи которые окончили всего лишь там филфак и все он политолог надо слушать он нормально все скажет тебя про украину вот вот он точно скажет все хорошо это понятно тут вообще просто комплексно его так не пройдешься по нему так раз и все и он решен конечно я понимаю конечно мы идем к лидерам мнения чтобы сунуть к ним рекламу для очередного клиента потому что маркетингу и вообще похуй что он говорит если там и твоя аудитория значит надо попробовать с этой аудитории поговорить маркетинг этом плане как как капитализм совершенно безжалостная машина это же просто 1 1 из рука капитализма там который идет 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 одна дает 2 берет дает вот это все то есть да ему насрать киселеву тоже наверно вот ему славьеву ему все равно ну наверно наверно я иногда думаю что может знаешь когда тебя никто не любит ты начинаешь делать на зло когда ты что-то сделал тебе кто-то сказал блядь на что же ты за дерьмо и сделать а внутри встречная волна идет типа ах так блядь сейчас я вам покажу как я могу сделать может у них такая позиция я не знаю я вообще не представлю я не общался этих кругах вот если говорить о молодежи то обратил внимание они все с телефонами конечно они все мажоры все-таки стильненькие а подумай почему они стильненькие это значит что дети коррупционеров возвращаясь возвращаясь как бы к фильму около футбола который в общем то принес и тебе популярность я так думаю это наверняка ну там был прирост до существовать и вообще фильм общем неплохо основная его канва как мне казалось фильм это том что вот есть такая около футбольная жизнь который не каждый понимает я например с футболом никак не контактирую это то есть вообще не знакомо их но интересно вот фильм некоторые такие вопросы открывает и вот один из вопросов там что значит кто-то вот сливает кто-то сливает вот эти вот какие-то движухи что кто-то вот что-то сливает какие-то значит терки с вот это вот милиции постоянные как бы тут один человек рассказал что значит привел он значит домой с концерта но панк а это ты писал я видел это вот пост такой был а привел значит панка как бы батя чё-то на него там косо посмотрел произошла драка в результате чего у него отклеился и раке с 30 сантиметровый сразу он достал корочку говорит что бить его больше не надо вызову машину и уехал получается что даже в какой-то это панковской среде происходит вот эти какие-то сливы какие-то значит люди там кгб что ли это за нами до сих пор следит что ли я не знаю как бы видят у нас врагов какой-то в неферие около футбольщики что же по сути дела неформальная как бы движуха что-то приподнять от завесу тайны надо и сейчас столько всего сказал что я после этого нет не хочу ничего говорить вообще не занимайтесь это все плохо ребята охранники шепнули что менты в клубе походу нас пасу мне это дико кашек жжет а че надо мусорам кто-то сливает я же не паранойю ну то есть у тебя знак среди знакомых как кгб и никто не работает в мвд да я думаю каждый второй я не спрашивал хорошо другая страна вот около футбольные движухи принципе если около футбол ну позиционирует тоже как культуру ну как культуры что культура определенной субкультуры то есть с одной стороны мнение что это значит полные отморозки с другой стороны даже не мнение о положении вещей что это нормальные люди которые обычные которые увлекаются около футболом как я слышал должна выйти вторая часть которая как раз должна расставить все точки над и для непосвященного зрителя расскажи как бы все зависит от имеющегося сценария который сейчас только вот материал на стадии разработки задумки составление так сказать фабула придумывали с этим проблемами мне срать что обо мне подумают но я хотел бы чтобы мои слова были услышаны как я их хочу сказать около футбол это было очень прикольно да это обычные люди абсолютно это абсолютно срез общество любого в нем есть и полные маргиналы и криминальный элемент и маменьки на сыночке и мажорчики и совершенно простые середняки умные глупые об этом рассказывать первую часть до фильм около футбола в котором я снимался он в себе представляет лишь ценность фактическую что фильм сняли сценарий говно однообразное в голливудском развлекательном стиле говно около футбола два на мой взгляд это это то что вообще нельзя снимать это вообще просто бред попытка плясать на костях вот этой движухи который уже как таковой нет и возможно не будет с этими фильмами передачками вопросиками я считаю это полным дерьмом и поэтому я не хотел бы к этому касаться потому что для меня это прошло и это совершенно осознанно было сделано мной тогда когда я участвовал и совершенно осознанно я перестал в этом участвовать не потому что кто-то плохой и не потому что что-то изменилось я изменился и я захотел уйти то во что сейчас превратилась все но камер я не знаю коммерцию я про внешнюю часть про коммерцию про фильмы это попытка высосать из пальца и найти себе работу это моя позиция до конкретно киношные тусовки вот этой вот всем привет принципе то же самое же произошло в какое-то время с панк-роком например наверно ну это сетка панк-року также как ты к футбол например я знаю что есть музыка панк и я некоторые песни люблю ну то есть все что я связываю с панк-року происходит в своей жизни я мысленно в какой-то период перед многими людьми которых незаслуженно побил в своей жизни мысленно попросил прощения это такое знаешь заморочка типа духовной какой-то практике и но обратите внимание раньше что же были подвороты например как бы и как раз представители и скиндхэд движения и около футбола туса носили эти подвороты сейчас подвороты носят люди другой субкультуры и частности порицаемые как бы со стороны общественности за это за этот перформанс не подожди со стороны ответственности порицается у нас общественность вообще она же такая что ну это же лицемерие да сплошное что ты через рассказ о других людях пытаешься показать что я хороший как бы я понимаю как правильно во первых их ебать не должно как правильно а во вторых они же беспокоятся о здоровье ноги застудят когда ты подвернул подворачиваешь штаны в нормальных кожаных узких ботинках тут проблемы со здоровьем но есть только у кого-то еще скользнулся можно случайно я рвая в ну честно я не испытываю мы да но многие выглядят глупо ну блять ну посмотри это дети ну как можно детей хуями крыть ну блять покрой хуями своего ребенка должен делать что-то не так ебать дети ходят по 17 лет вспомнили себя в 17 лет мне страшно представить как я выглядел мне кажется выглядел как у блюдо ко мне наверно нравилось ну и что ж теперь ну вот походит перестанут станут такими же ворчливыми уебками у которых есть какой-то свод правил и какие-то свои методы борьбы с внутренней энтропией типа блять надо делать так наделать блин это моя позиция шлипсе нахуй я это даже где-то в фейсбуке написал и считаю что 17-летние совершенно правы они они просто обязаны посылать нахуй каждого такого совету а подсказчику хуй за щеку вот это вот самое верное на мой взгляд в этой ситуации не их дело кто что подворачивает и кто что застудит их дело думать о своих поступках наверно так моя позиция ну на этом на этой ноте я думаю программа из глубины